Серьез взялись до недобросовестных инвесторов в республике Алтай. Так, под пристальным вниманием власти 30 гектар одних из самых привлекательных земель региона, где три проекта замерли на начальной стадии. Это строительство автовокзального, санаторно-рекреационного, а также оздоровительного комплексов. Проект санаторно-рекреационный комплекс на берегу реки Катуль широким спектром оздоровительных программ для всей семьи в Майминском районе. Инициаторами является ООО «Форест Групп». Проекту предоставил региональное назначение в январе 2023 года. По инвестициям план по проекту составляет 600 миллионов рублей, в том числе план на 1 июля 2024 года, почти 32 миллиона рублей. Фактически нам инвестор показал, что он освоил 62 миллиона рублей, но только на бумаге документально никак подтвердить он нам это обоснованно не мог. Порядка двух лет не ведутся работы по проекту строительства автовокзала. Объем инвестиций – 888 миллионов рублей. Для реализации предоставлено три земельных участка общей площадью 4,4 гектара. По факту разработку архитектурной концепции и проектно-сметной документации не начали. Инвестор, который пришел, накрыл землю в соответствии с статусом регионального назначения, получил землю. Они начинают торговать этим проектом. И цена на землю вырастает в геометрической прогрессии. Они не собираются ничего там строить. Самый амбициозный из заявленных – проект создания оздоровительного комплекса «Катунь» на 4,2 миллиарда. Строительные работы еще не начали. Из заявленного 251 рабочего места созданы пять. Республике нужны крепкие инвесторы, которые смогут действовать на короткой дистанции, быстро и качественно реализовывать проекты. В ходе заседания инвестиционной комиссии рекомендовано лишить статуса регионального значения три инвестиционных проекта. По каждому из случаев выявлены серьезные основания. Инвесторы отстают от заявленных графиков. Проекты фактически не реализуются. Подчеркну, что сейчас у нас 43 проекта, имеющих статус регионального значения. Также по 7 ранее было принято решение о прекращении статуса. В рамках работы комиссии мы осуществляем постоянный мониторинг и выявление недобросовестных инвесторов. В правительстве республики объявлен конкурс новых инвестпроектов. Уже заявлено 8 претендентов. Для экономического развития региона обсуждается внедрение инвестагентств. Введение проектов под контролем, а также предварительная проверка как финансовой состоятельности, так и репутации соискателей. Ксения Цапко, Сергей Бертман. День с толком.